Именно вот здесь будет сконцентрировано то зло, против которого сегодня происходит специальная военная операция. Львов сегодня является главным логистическим центром по поставке оружия на восток и на юг, после того, когда был уничтожен мост в Рени. Боже, как закончено. Возможностей в этих боевых действиях даже привлекает активно третьи страны, так и Россия. Она будет защищать свои интересы и она будет использовать весь арсенал своих возможностей. Вы, когда к медведю заходите в клетку, вы должны понимать, что он будет грызть, он будет рвать, он будет сопротивляться и его ничего не остановит. Почему об этом? Никто не думает. Я имел две контузии. Я на колчаковских фронтах ранен. Украина должна стать неотъемлемой частью России. Это историческая справедливость. Это истина, которой мы должны прийти после многих многочисленных ошибок. Что вы посоветовали бы делать со своим имиджем народному депутату, о котором все говорят, что он тупой? Еще раз повторите, пожалуйста. Еще раз повторите, пожалуйста. Сегодня, в этот непростой период для России, которая взяла на себя миссию освобождения Украины, я хочу и готов разделить все тяги. Я дисциплинированный, я сильный человек. Я самый и ничто не на есть националист. Я украинский бандеровец. Я прошу прощения. Не, не так. Я прошу прощения. Вот так лучше. Вы посмотрите, мне стало известно, что генпрокуратура Украины, которая курируется агентами разведки МИ-6, возбудила против меня уголовное дело. Это возбудительно, я считаю. Это что, смотрите, получается? Террористический режим Зеленского хочет свести счеты с экс-депутатом Верховной Рады. О, прикольно звучит. Секс с депутатом. Это про меня. Ведь я почему не мог жить при Киевской хунте? Они же там все наркоманы. Почему я так говорю? Потому что они наркотики у меня отбирали. А это то, что меня формирует как личность. В связи с этим я Илья... Ой, не, надо как-то сказать, чтобы не поняли, что это я. В связи с этим я Илюха Яйцеголовый. Так вроде непонятно. Находясь сейчас... Блин, надо тоже как-то завуалировать. Находясь сейчас типа на крейсере, который потонул только этот город. Надеюсь, никто не догадается. Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Сильному лидеру нациков. Ой, лидеру нации, я прошу прощения. Увлажняемый Владимир Владимирович. Я тот, кто рискуя своей жизнью, поздравлял вас с днем рождения. И сегодня я вынужден просить вас политическое убожище. Нет, что-то не то. А, вот. Я политическое убожище. Вынужден просить у вас политического уеб... Я прошу прощения. Убежать. Да, вынужден просить у вас политического убежища. В любом регионе России, матушки. Желательно где-то в районе Испании или Испанской области. Можно и в Италии. Я даже по-итальянски уже выучил. Я прошу пердония, МИО. Если мне дадут убежище, хрен они меня найдут. Россия большая. Пока, по крайней мере. Я организую в России новую партию. Только она теперь будет называться немного по-другому. Оппозиционная платформа за достойное життя. Сокращенно ОПЕ-ЗДЖ. Не о чем, а ОПЕ-ЗДЖ. Не мешай, пожалуйста. Так что, возможно, я еще и в Госдуме смогу порукоблудничать. По крайней мере. Я прошу прощения. Меня сейчас многие называют говорящая жопа Кремля. Если честно, то я не обижаюсь. Это родные и близкие. Им можно. Также меня называют предателем. Я прошу прощения. Но как сказал Шарль Морис де Толеран Перегор. Нихера себе, как я это выговорил. Короче, он сказал вовремя предать. Это не предать, а предвидеть. Поэтому никакой я не пердатель. Я предвидетель и... Я предводитель. И не путайте меня с киви. Киви это фрукт. Я овощ. У меня есть достоинства. Сейчас, секунду. Да, на месте. Поэтому не война война. Ой, я прошу прощения. Не война спецоперация война. И еще. Кто-то после этого может назвать меня придурком. И это будет еще мягко сказано. Но на всякий случай предупреждаю. Я конь тушенный два раза. Поэтому прошу Владимира Владимировича провести тактичный ядровый удар. Я готов для этого предоставить свои ядра. Они тоже на месте, родненькие. По четырем позициям. У меня есть знакомый чувак. Он покажет карту. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Знаете, как я сказал? Путин придет, порядок наведет. И у меня в голове в первую очередь. И в завершение я хочу обратиться к лидеру нашей партии Виктору Медведчуку. Который сейчас находится в плену у кураторов с разведки МИ-6. Витя, на твоем месте должен был быть я. И, сука, как я рад, что я не на твоем месте. Слушай, действительно, тупель. Я читаю комментарии. У меня просто слов нет. Еще раз вам говорю. Официальная информация. Вся история в Буче. Она была заранее спланирована и подготовлена контрразведкой Украины. А спланирована она была разведкой МИ-6. Они же приехали рано утром, оцепили район, раскидали трупов, а потом нагнали туда журналистов. Для этого именно даже вернулся этот шут Зеленский. Чтобы поднять интерес международной прессы. К случившейся якобы трагедии. Но это все чистый фейк. Но почему таких ситуаций не было ни в Сумской области, ни в Черниговской области. Вы что, не понимаете, что все это заранее срежиссированная постановка. Которая должна в первую очередь вызвать у вас агрессию и ненависть. Но этого не было. Еще раз говорю. Любое действие, а на это надо знать физику, вызывает противодействие. Шило в мешке не утаишь. Кашу маслом не испортишь. И самое главное, что нужно понять. По зернышку. Дорогу осилит идущий. Стучите вам, откроют. Знаете, капля за каплей и будет море. Владимир Владимирович. Русский народ. Прошу разрешить предоставить мне в сложившихся сегодня обстоятельствах политическое убежище. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова